собственно дизайн это такая штука которая комбинируется из элементов и потом это собственно превращается в цельный какой-то образ я сейчас на примере своих картинок попытаюсь рассказать показать самый простой пример мультяшный образ то есть если мы работаем с большими формами здесь именно показано не вдаваясь детали там в глаза там в какие-то в губы две большие формы два цилиндра два цилиндра два эллипса которые соединяются какой-то квадратной структурой уши нос то есть это то что нам дает силуэт и какой-то акцент внутри это самый простой пример сейчас пойдут посложнее у нас сейчас будет теория потом я покажу еще какие-то таймлапсе ки у меня их три то есть можно будет смотреть на примере посложнее ножичка пример тут очень много геометрических зависимости в этом персонажа видно да что две форме два ромба которые дружат друг с другом да то есть и это основной силуэт от которого отталкиваешься обычно при построении чего-то такого выразительного то есть он должен быть хищный да поэтому я задал такие вот острые острые края ему также эти геометрические формы большие делятся на более мелкие то есть сейчас пойдет вот такой вот деление понятно да чем я вообще говорю то что в каждом персонаже есть какие-то скрытые геометрические формы которые мы на подсознательном уровне видим мы можем видеть сразу картинку и силуэт но потом наш разум начинает все это дело дробить для дизайнера персонажа это достаточно интересный пример это на самом деле самый примитивный один из самых примитивных когда мы используем геометрию для построения для завлечения зрителя в процесс просмотра нашей работы этими акцентами можно управлять и направлять взгляд зрителя в нужные места здесь есть акцент вот будет кругляшка сейчас покажу от которой отходит очень много лучей да тут идет тайл очень сильный на на шапке на его и сейчас я показал окружность в которую входят вот эти самые лучи помогает сконцентрироваться ну тут я еще светом сделал акцент то есть концентрируемся мы сначала вот на этой области потом плавно спускаемся вниз вот сюда в эту область лицо мы начинаем рассматривать уже потом то есть основной акцент идет на вот эту затайленную форму да какие-то косточки палочки непонятно что да и все это как сказать работает балансе да то есть одно с другим сочетается и мы смотрим на весь образ целиком так ладно едем дальше такой персонаж ну тут видно что основная основная форма это ведро да такое получилось с вот таким вот ромбиком и тоже геометрия здесь скрытая если братья здесь получается такая буква h и внизу стрелочка то есть тут получается движение форма идет вниз вот эта интересная штука я как-то рассказывал про акценты если знаете что если хотите поставить какой-то акцент нарисуйте где-то кружочек то есть берите своего персонажа лепите в любую сюда например да то есть у нас так устроен глаз он выискивает сферки кружочки и если в этот кружочек счет добавить какую-нибудь крестовинку то получается очень сильный акцент вот здесь интересная форма здесь недостроенная крестовина поэтому сделать специально потому что акцент должен был быть на лице если бы там что-то еще продолжил появилась бы форма которая забирала внимание а то есть если мне нужен акцент здесь я налеплю сюда кружочков буду смотреть сюда но мне надо чтобы зритель смотрел и туда поэтому я разнес все эти вот элементы и не достроил что-то то есть какая-то форма идет она не достроена так это наверно будет сложно объяснить распределение по массам и ход ход по лицу верхней вот эти вот розовые зеленые штуки это просто в равновешивание такой баланс синие стрелки это направление движения которое происходит в лице здесь еще крестовина тоже она скрытая здесь идет такое перекрещивание из мышц это тоже небольшой акцент на форме лица да будет свет и вот этот красная замечательная полоска это линия покоя такая штука это устойчивая конструкция то есть так сказать все что на ней крепится она садится как на фундамент такой то есть она опирается и никуда не движется то есть эта статичная форма которая пришла и потом от лица уже пошло движение вниз то есть тут все направляет движение вот этими стрелками все нам показывает смотри вниз вот эта большая тяжелая форма которая сверху находится она как бы идет вместе с лицом сюда такой попроще немножко пример будет про дизайн на самом деле тут ничего сложного нет здесь уже что-то такое органическое с неорганическим и тут больше пластика тела играет из когда дизайн идет уже с пластикой тела то очень сложно говорить о если опять же персонаж раздетый очень сложно говорить о том что происходит такие ритмы и что у нас вообще работает без без одежды то есть здесь геометрический акцент и голова это и сфера все остальное идет просто разбор по композиции и уже композиционное решение какое-то да на листе то есть мы смотрим по диагонали вот это самая устойчивая форма квадратная получается который практически вот стоит вот эта сфера а и дальше мы смотрим сюда вот такая вот замечательная картинка это движение этих замечательных масс то есть голова стоит на таком прямоугольнике и прямоугольник дальше движется вот по этим направлением то есть у нас два акцента идет сюда сюда и руки-ноги играют такое вспомогательная вспомогательную роль то есть как векторы показывать смотри сюда и ландшафт тоже задается всеми векторами и приходим в эту точку то есть отсюда сюда ну и вот это просто опять же устойчивая конструкция то есть то на чем все стоит горизонтально буду больше по композиции наверное не совсем по дизайну персонажа очень старый я делал для журнала 3d total тут в принципе все решено таким треугольником вся композиция все задано то есть ландшафт и персонаж здесь задано треугольной формой это его объединяем да то есть идет движение конечностей повторяется движением этих скальных пород если на что здесь есть это вертикаль персонажа и вертикаль которая собственно тут к объем его в руке если если чуть-чуть усложнить то композиция будет устраиваться таким образом то есть основной ход это треугольник и дальше у нас идет вот этот ромбик который расползается в разные стороны ну и опять же я показал разными цветами движения которые внутри форма находится собственно по слайдам по теории все есть ли вопросы так как мы работаем в объеме у нас при повороте меняется геометрия и мы не можем здесь и здесь ну разные формы будут нет он будет считываться то есть если мы какие-то трехчетвертные повороты будем делать это все равно будет учитываться если мы это с акцентируем да то есть если ну вот например сейчас предыдущий вот эта башка если он будет ее поворачивать мы все равно увидим эту этот силуэт он будет считаться виде сбоку он может быть любым да то есть он может быть длинным да продлён доме там я не знаю до бесконечности куда-то уходить или наоборот плоский вот при каких-то поворотах она будет учитываться и это основная форма с которой мы должны как если мы работаем скульптуре мы должны ее прочувствовать еще пять секунд построение идет всегда виде спереди изначально виде сбоку то есть геометрия у нас простраивается ну просто я сейчас не показываю в объеме на карте хоть не показать а так не всегда начинаем строить с двух таком в таком случае еще продолжение может быть может быть можно ли использовать этот метод сразу в двух проекциях конечно так и надо работать да это смотрите это самый примитивный способ построения примитивами дизайна да то есть когда мы работаем я не рассказал сейчас не про пластику не про анатомию то есть это чистая форма прямо чистейшая форма да и расстановка акцентов золотое сечение но тут будет сложно наверное про какое-то золотое сечение сказать все формы могут быть разные только на ощущение вопрос правильно понимаю то что движение масса но идет от области интереса да и по направляющим линиям до там их куча это художественный был свет это иллюстрации для книги поэтому здесь куча акцентов я не могу рассказывать про всех я понял но общая форма понятно что про про силуэт про хорошо а можно еще и еще но он как бы немножко сторону да от этой теории но в другую теорию вот когда вы начинаете детализировать вот это разбивать уже вот эти крупные на более мелкие массы там появляется уже пусто и густо понятие вот здесь вот много мелкого здесь мало мелкого вопрос такой там где у нас центр интереса мы там делаем густо гитарей или мы там делаем пусто гитаре здесь ну куда здесь на проекте не очень хорошо видно вот здесь обилие деталей гораздо превышает то что находится на вот этой костяной шапки мы смотрим именно туда в первую очередь из-за того что здесь во первых тайл для глаза это интересно цепляется за повторяющиеся элементы мы на лицо смотреть начинаем на морду на эту самом конце когда уже посмотрели здесь смотрели здесь потом идем сюда то есть мы центр интереса нагружаем деталями или расслабляем нельзя сказать однозначно этим надо как раз пользоваться что мы хотим направленность детали да то есть углы вороты перелома поверхности свет немножко как я понимаю тут тоже когда и начинаешь модели ты уже представляешь какое будет освещение то есть вот привезы привезы дело обязательно то есть зебраж во-первых в нем идет работа некорректно с шейдерами работа то есть все наверно знают поэтому приходится в майку перекидывать ставить какую-то ажди раечку или в кишу да кому как удобнее но у меня я вираю работу мне очень удобно и я делаю привез дирай и может быть какие-то точечные источники освещения для конкретного персонажа для конкретного образа да но он не обожженный он просто каменный я понял да мне уже написали на зебра в централе да да если смешать крик мунка и рады намыслить вот что такое вот прям и соответственно вопрос у тебя не было вот идеи действительно копнуть куда может в историю чтобы какие-то послания послать и может сделать еще опять же от лкс от рады на какую-то композицию из нескольких персонажей вот как граждане к летам у него выходили то есть не одного персонажа может нескольких я вообще у тебя идеи вот слушай эта идея была случайно родилась просто это сделано за три часа буквально просто было поганое настроение мне вырвали мозг просто я просто вот это внутреннее я выплеснул я не собирался это выкладывать да выложил на зебра в централе вот товар на следующий день получить но 100 права и на этом самом если же со сайте авар забавно было внутренний мир видим когда вкладываешь народ это ощущает так ну что можно двинуть дальше или есть еще вопросы дальше я подготовил такие девушки но этот персонаж просто концептик персонажа такой какой-то тролль я сейчас покажу просто процесс его созданий постараюсь прокомментировать по большим массам по пластике такие подходы используют чтобы делать достаточно быстро такие вещи сделано за три часа то могу сказать когда я начинаю работать работать с большими формами и не удивляйтесь а шейдер будет очень вначале такой лайк сказать амбинтный то есть он не показывает то что внутри он показывает силуэт то есть я начинаю силуэт это полностью из головы до какой-то образ был придуман вверху есть тайминг то есть если кому-то будет интересно на каком этапе я сколько времени трачу то можно как раз проанализировать я честно скажу что большее количество времени трачу на форму на общую форму то есть на то что сам остов да вот этот на что потом будут крепиться детали какие-то кстати вы можете ну если есть по ходу вопросы вы можете задавать я буду просто видео так тормозить в данном случае форма сразу идет в конце я покажу третье видео где я делаю скетч и потом по нему и расскажу как раз про скетчи почему их лучше делать здесь рифов а я расскажу потом про интересный риф про живот если напомните достаточно пузатый и я чит пак вот то есть здесь расстановка масс форма вид спереди работаю вид сбоку для ну за 10 тоже ну я между фронтальные какие-то боковые для начального построения этого достаточно то есть трехчетвертные я практически не лезу вот этих двух поворотов четырех их хватает для того чтобы выстроить силуэт там и там как раз вот то что спрашивали про геометрические зависимости здесь их не будет практически практически не будет потому что здесь органика и здесь нет одежды одежда у нас тоже всегда задает какой-то дизайн какую-то форму она свою даст даст вот единственный прикол да то что у него вот голова получается более ровная поверхность сверху это концепт просто просто концепт это расслабленная ну более-менее расслабленная поза стараюсь не делать таких или вот таких четко чуть-чуть более расслаблен это самый примитивный пример который сегодня будет там будет немножко сложнее дальше будет динамическая поза самом конце средний персонаж будет такое что там будет немножко ткани ткань тоже расскажу то есть как она на форму образования влияет вот смотрите то есть общая форма я переключился полчаса прошло переключился на серый шейдер и сейчас иду в общем-то уже пошел фантазировать искать какие-то формы то есть это всегда поиск 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 и соотношение одного к другому я пользуюсь и браш слоями то есть вот я сделал голову ему и сделаю потом скейл слоя и буду смотреть какой размер головы ему подойдет буду больше делать меньше делать то есть голова относительно рук голова относительно туловища вот сейчас будет такой момент я уменьшил да я могу теперь лузунком слоя управлять этим соотношением то есть по сути когда я работаю с такими персонажами я каждую деталь меряю относительно других деталей то есть нога относительно руки и и толщина ее глубина подъем стопы относительно колена относительно тазового сустава относительно плечевого сустава то есть чтобы все было в балансе это основное да то есть без детали абсолютно они какие-то пролепливаются но это очень очень драфтовая форма я не пролепливаю не делаю сразу каких-то мышц не делаю там купок ему там еще что-то не делаю потому что я знаю что форма сейчас будет двигаться я буду ее ломать да у меня есть вопрос скажи пожалуйста не вижу какие-то правила то есть это все таки не человек пропорции у него отличается то есть ты все-таки от чего-то отталкиваешься когда вот ищешь размер головы и так далее на ощущениях если нет какого-то описания нет какого-то конкретного тези да то есть нам надо сделать голову огромную там или наоборот маленькую здесь это работа для себя да и здесь я просто балансирует то что вначале сам показывал тетрис вот это для меня тетрис я каждую деталь подгоняю то есть когда мы комбинируем вот идет как сказать пазл такой да и мы сами его подгоняем то есть тетрис это тебе рандомом падает да там буква г падает или полоска какая-то или . и мы их должны уложить а здесь у нас контролируемый тетрис мы вот эту линию выстраиваем опираясь на свой мозг вот то есть по сути дизайн вообще что такое дизайн дизайн это не зебра что занимает не код абсолютно не не зависящая от софта вещь дизайн это то что мы знаем то что мы думаем очень много зависит от того что у нас в голове все на этом на этом этапе если ну если практика делаете ли так когда вот здесь уже начинаете гнуть ну и вставлять косточки в мае чтобы проверять как будет как присядет рано еще рано еще рано еще силуэт не сформирован то есть вот три часа это с каким-то набором на и за какой-то детализации когда образ более-менее устаканится то есть сначала образ а потом уже начинаем тестить на да конечно иголку когда как то есть в основном леплю в ортогоналке потом для через час где-то через полтора включаю но чаще выключая потому что проще отследить без перспективных искажений опять же сбоку и разбираю постоянно по пластике да то есть у нас есть ритмы телом сейчас вид сбоку поймаю все же знаю да что мы виде спереди статичные дамы симметричные и мы очень ну да блин очень скучный да скучный то есть мы такие это не мы понятно да что это персонаж до который стоит у меня очень любимый пример лошадка или собачка которая смотрит на вас вот так и вы видите просто вот просто две лапки и голову хотя у меня там есть и грудина и есть и хвост мы этого ничего не увидим мы видим лапы задних даже не увидим передние просто часть груди которая сольется в плоскость и морда которая мы тоже не видим глубину хотя моду собаки достаточно растянута то есть все будет плоско без каких-то без явных таких ритмов явной динамики человек в этом плане чуть-чуть попроще а потому что есть плечевой по человекоподобный плечевой пояс тазобедренный сустав мы все это дело видим потому что да мы раз и раскрылись но все равно это скучно по ритмам есть какие-то основные ритмы руки отчет мышки попытаюсь показать просто да то есть вот движение идет вниз движение идет сторону кстати часто очень делают делаю персонажа видели наверно вот у меня практически все персонажи делаются в расслабленных позах то есть движение идет вот рук вот так ну я сейчас преувеличиваю но некоторые делают вот так и на эту же немножко из анатомии руки выворачивают кисти или как-то так или боком ставят сустав ломают то есть когда у нас локоть поворачивается наружу нас выворачиваться целиком рука и то же самое с коленями происходит когда мы делаем поворот ноги то есть у нас поворот идет от тазобедренного сустава некоторые выворачивают колено или выворачивать стопу колено остается на месте смотрят на зрителя и ломают коленный сустав я постараюсь поймать вид сбоку нормальный тут все гораздо интереснее здесь есть с образные формы которые описывают спину живот на ноге она у него коротенькая поэтому пришлось вот с этим бороться-то но все равно есть вот этот изгиб по форме а и получается с с раз на голову выход поинтереснее чуть чуть больше динамики вопрос есть чем может что там про анатомию да да я занимаюсь и занимался и занимаюсь и анатомию я веду курс по анатомии конечно пока пока по каким критериям понимаем что вот этот этап закончен надо двигаться дальше попнул поиска когда но тут еще не совсем поиск идет то есть тут еще идет набор массы я вижу какая-то деталь не проработана то есть я понимаю что вот здесь например должна быть мышца которая крепится там здесь вам будет в голову в одном случае на в голову будет входить в другом случае в лопатку вот то есть я ее набираю смотрю как она по массе по форме работает дальше уже начинаю спускаться то есть у меня постепенно образ прорабатывать да то есть сначала это был шейдер в котором не видно ни одной детали я просто набираю силуэт вот на этом шейдере там час час 30 я приблизительно начинаю усаживать детали средние силуэт вовнутрь да то есть у меня получается мышечные формы начинают работать уже чуть-чуть прорабатывается я все равно буду двигать все это дело то есть три часа у меня уйдет на то что я буду все равно все всегда вот двигать туда-сюда и смотреть потому что когда ты сделаешь проработку ты можешь быть какой-то акцент поставить на руке бицеп сделать и он не будет сочетаться с головой и или наоборот с головой что ты сделаешь голова не будет сочетаться там с кистью там и надо этот баланс выискивать постоянно то есть прорабатываешь смотришь анализирует всю картинку целиком очень хорошо кстати хороший пример когда работаешь нет там не час не два там не три не уткнувшись там мониторка выгружай туда 45 минут 15 перекур там до чаю попить освежить мозг сесть и будет более продуктивная работа то есть отличь отвлекаться очень помогает вот тут идут уже какие-то мышечной массы я их не прорабатываю они намечаются все еще мыльные да и грудную мышцу раздвинул плечи слои пощелкал да то есть посмотрел как же это будет плечи опять же этот этот живот таз если баланс то есть устойчивый ли у нас то есть чувствуется ли у него груз то есть у него есть опора микрофончик вопрос то есть как я понимаю ты вначале делаешь экстремальные что ли значение потом абсолютно верно да да экстремальное значение задаю от него удобнее всего это экономит время когда ты задаешь экстремальное или в плюс или в минус слои же у нас хорошо что они работают и туда и сюда и ты потом можешь выискать классный вопрос здесь уже пошла проработка лица и какие-то средней формы на лице то есть средней формы тела и средней формы лица немножко отличаются да то есть уже более мелкая детализация и пошли уже мелкие акценты какой-то нойс мне сказали не говорить это слово микродрить который сейчас будет немножечко оживлять персонажа видите постоянно идет работа с формой то есть я что-то задеталил а так надо грудную все равно чуть поменьше чуть давить но пошли детали на плечах на том что у него там называется шеей форма рук прорабатывается по чуть а я не моделью кисти и стопы еще такой момент я не трачу на это время я обычно в полигонах это делаю за 20 минут у меня получается чистая геометрия зебраж это сделать практически практически нереально очень долго 20 минут мне это выгоднее сделать сэкономить время сделать майки руку и она будет очень чистая и потом просто под этот концепт я уже размер руки подгоняю все простенько все очень нет я смотря просто делаю не еще не писал если напомните напишу мне надо постоянно тыркать я потому что забываю я могу немножко про конструкцию руки рассказать если это вообще актуально можно тормознуть это видео и чуть больше половины прошли рука там же тоже все строится даже вот здесь в концепте я задаю это плоскости руки основные и то есть это у нас получается как сказать рука у нас строится куб который гнется кстати очень многие грешат тем в той из той же серии про локти про колени делают плоские руки то есть вот прям вот плоские они же у нас есть полукруглая и там интересная форма идет полукруг здесь идет полукруг здесь идет то есть арки у нас все все строится из арок и стопа и кисть то есть там в основном вся заморочка при построении полигонами это соблюсти вот этот арочность то есть у нас идут вот то что здесь идет арка она повторяется на всех суставах и арка у нас идет вот лодочка получается вот это берется боксик выдавливается четыре пальца и все и и в общем то соблюдается арочность и рука готова и под 45 градусов крепится большой палец все это может даже быстрее чем за 20 минут я сейчас так говорю 20 минут может там за 10 нужно ложиться я постараюсь если если напомните я постараюсь записать это видео сейчас был какой-то тоже поиск микро какие-то твики на слоями пощелкал и собственно вот здесь уже пошла полтора часа сейчас 50 микроформы которые будут его уже украшать то есть это он у нас будет без одежды но вот эта вот штука ему как бы придаст какой-то интересность маленький маленький форму пошли и все равно я с ними тоже буду двигать то есть я их нанесу и потом начну все равно разносить куда-то тянуть если вопрос еще рот когда имеет смысл делать полость открыть закрышь там появилась внутренность или это здесь совсем не стоит рот полость полость рта я на концептах не делаю то есть я просто намечаю я иногда даже глаза не делаю то есть я делаю просто сферу и по ней просто прорезаю где глаза когда закрыты чтобы не отвлекать не отвлекаться собственно от общего образа вот это да то есть этот набросок то есть будет до симметричный ну в зебраже можно же сделать анимационный слой опять же поставить его в позу отключаешь слой и делаешь опять детализацию какую-то да и потом включаешь слой он тебя 5 раз оп и все но у нас уже сбалансированный должен быть образ да и динаме что делается в самом конце можно спроецировать детали какие-то да и можно даже ретопологию сделать автоматическую то есть мы все это дело как сказать завершили то есть образ скомпоновался все нас все устраивает делаем не знаю динамеш или зеремеш проецируем туда детали и все и можем ставить в позу слои этого на этот случай очень хорошо помогают я сейчас не совсем понимаю аналогии одного с другим сейчас 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 объясню вот на этом этапе но на совсем еще под простом да когда работаем с дай на мешок мы можем вытягивать дополнительные детали там мы не завязаны на сетку которая статична у нас сетка динамично вот но мы не можем использовать там слои а сейчас расскажу у меня когда сформировалась общая форма да то есть я по массам разобрал вот был красный шейдер потом переключился на серый шейдер и где-то вот полтора часа от работы у меня устаканилась форма большая то есть я знал что дальше я пойду к средним формам я делаю последний динамеш и дальше уже ничего от меня не зависит могу потом в самом конце сделать уже когда вот это вот будет финализировано еще раз сделать динамеш и начать уже делать какие-то позы про пузо про пузо забыл сказать очень долго не получалось пузо как долго если я больше десяти там 15 минут на одним элементом работы он меня не получается это долго поэтому думал где референс искать пузонов которые вообще посмотреть динамики как жир отрабатывать то что жир это всегда очень индивидуально очень такая штука которая отсмотреть где-то на фотографиях очень сложно тем более хорошо бы посмотреть в одном ракурсе другом ракурсе а если есть три четверти или в динамике то это вообще это выход я нашел порно сайта прям набираешь смотришь кроме шуток правда зато видно все обнаженная натура понимаете она работает пользуйтесь всегда 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 очень сложно таз и паховое сечение и как пузико будет здесь не совсем завершенная модель то есть вот натур табли натур табли сейчас покажу там уже немножечко больше ну вот то есть нужно было смотреть именно вот эту область не найдете референс таких вот лавках найдете там или с одного ракурса может найдете выход был а вот можно по видео предыдущий вопрос конца ну ты менял освещение то есть ставил контурный свет еще это зачем смотри да то есть это насколько именно вот то что рассказывал в начале с геометрией то же самое происходит с органикой когда там не явный вот этот персонаж уже гораздо сложнее по дизайну чем те что я проходил наверно вот это с понем на башке у меня сложнее будет но там просто забили детали вот такие вот раздеты ребята они всегда сложнее без одежды потому что у него наверно тряпочка появится и в руках может какой-то молоток или дубинка по лесу бегать по горам там что долбить всех вот то есть пластика работает и надо посмотреть силуэт и вот эти вот формы скрытые они тоже здесь есть то геометрия здесь сейчас постараюсь что-нибудь показать то есть вот она устойчивая форма квадрат вот у нас направление то же самое идет к кубку треугольник и у нас здесь идет достаточно устойчивая форма на плечах и робовидная голова то есть тут тоже есть дизайн но он уже более такой скругленный то есть тут больше пластики то есть те моменты прям были вот первый класс 2 четверть это второй класс сейчас будет чуть сложнее идет здесь был подход от общих форм постепенной проработки классическая школа когда мы идем от большого постепенно двигаемся к мелкому следующий будет немножко другой подход где будут сначала заданы ритма и сразу пойдет поиск из микро детализации то есть ну все говорят там не делать так руки отрезать отрежут нормально то есть работать можно разными способами ну результат если есть это хорошо остальное в общем то это все ерунда так вот такой персонажик как эта группировка уже есть она тоже геометрию устраивает это же достаточно быстрый набросок был и действие начинается опять же с очень очень базовой формы и здесь изначально руки заданы как я уже показывал когда будут синдром широких плеч парни такие есть по городу ходит иногда видно то есть виде сбоку разобрался по пластике разобрался по ритмам иногда делают тонкие как костные такие формы а потом просто надувают тоже помогает ускоряться то есть простраиваю кость как будто бы кости да то есть или очень очень худые формы потом просто инфлейтом надуваю и достаточно быстро у нас ритм уже все выстроены потом пинул и все детализация здесь уже пошла средние формы я уже набираю они хоть и в этом шейдере будут но детализация вот она пошла и сейчас пойдут прям совсем мелкие параллельно выстраиваю форму то есть из найза пытаюсь выстроить что-то что-то придумать это не работа по концепту каком-то да это сам концепт поэтому я могу использовать любой 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 любую возможность чтобы придумать что-то сегодня мы рассматриваем только концепт если что то есть не финальной модели это идеи без как сказать из ритопологии без чего-то такого сейчас уже скоро начнется моделирование по голове то есть я буду брать нам стендарт и прям жестко рисовать по поверхности вот сейчас по животу там наметил какие-то формы то есть тут уже больше на том и читать это и вот такой момент скульпторов часто происходит в как рисует рисуя на форме то есть когда ты в глине работаешь ты рисуешь стеком о форме и смотришь со всех сторон здесь работа идет не только спереди и сбоку здесь идет и трехчетвертные то есть тут сразу со всех сторон ты крутишь под всеми углами смотришь то есть вот она рис пошла из которой потом будет составляться какой-то образ то есть идея из ассоциации вызвать у себя какие-то ассоциации из них выстроить какой-то образ что значит большой формат а у меня монитор большой очень то есть я специально наоборот отдаляю чтобы посмотреть опять прочекать силуэт еще классно когда к родителям приезжая у них телевизор огромный еще я на нем работаю там приходится в пиксель вообще уводить персонажа здесь вот в этом примере нет но вот когда я читаю лекции по анатомии или по дизайну я всех заставляю идти классическим сначала пути то есть потом вот эта легкость появляется когда есть наработки когда ты понимаешь как работают пластика и ритмы направления то есть а пробовать таким способом можно но для обучения если находишься не сказать эксперимент опыта не очень много то лучше идти от большого к мелкому поэтапно каждую ступеньку проходить то есть это уже более advanced уровень когда уже есть четкое понимание пластики тела анатомия и расстановки масс это хотел еще сказать и забыл ладно вспомню все да как раз про это хотел рассказать отлично области по которым я строю детализации это суставы то есть это первую очередь это суставы наполнение вот этих акцентов у нас суставы в теле это это наши акценты самый большой акцент знаете да коленный сустав забедренный сустав у нас есть три пластических у нас есть какой-то пошел странно на воду ну вообще это вот этот шнур по-моему держи спасибо у нас так если прям вот базово базово да у нас есть три пластических центра больших ну два основных это таз и грудная клетка и голова потом добавляется то есть руки и ноги это шея и живот это у нас такие бриджи которые ну это это бриджи а это просто отростки которые динамики надо задать правильно все будет классно вот и детали расставляю по суставам по суставам по костям да то есть вот у этого персонажа идет по костям ключица лопатка я их объединил просто получился такой капюшон у него большой а так если присмотришься да то есть вот они вот они ну у него пятка поднята вверх да то есть знаете да у животных пятка это вот эта вот штука это вверху эту пятка то есть он на пальцах ходит все акцентируется ну так же как у человека просто гиперболизируется вот полтора часа да я только переключился на серый шейдер и опять идет поиск форм какие-то вот значения в слоях все это дело записано и усадка туда-сюда балансирование в плане а этот будет в просто в статичной позе стоять ну расслаблены то есть вот когда мы расслаблены стоим ну пос опять же много то есть мы можем мы можем стать вот так да и это будет правильно осанка такая да можно стать какую-то такую позу можно стать по стойке смирно все ну все это вещи описаны в учебниках по анатомии то есть ну вот данном случае да то есть я я стараюсь когда такие вещи делаю стараюсь смотреть на то чтобы он на нем чувствовался вес то есть он стоял уверенно то есть он встал как надо то есть вот расслабленный у него не было как сказать такой деревянности да вот в галереях очень много персонажей которые прям смотришь они блин ну что вы с ними сделали то есть он или лом проглотил или скручивание какое-нибудь ему задали да у него скрутилось не то что надо или вот так сделали или девушек очень любят делать вот так вот вот так вот динамическая поза то есть вообще прям растянулась у него глаза скоро вылезут вот ну вот любят вот вот так сделать да конечно любую позу можно сделать и напряженный устойчивый и расслабленный устойчивый ну вот в данном случае я делаю что-то такое нейтральное да чтобы он просто был такой ну типа ну смотрите на меня ну вот так как я сохранялся белый экран это я сохраняюсь то есть вот здесь динамеш еще идет и смотрите я рисую я не прорабатываю детали да я дам стендертом набрасываю их сейчас проработаю череп и относительно детализации на черепе начну прорабатывать плечи то есть задаю какой-то стиль для себя и потом опираясь на этот кусок я пытаюсь его спроецировать на какие-то другие куски то есть с лица перейти на локти с лица перейти на плечи то есть повторить вот этот дизайн вот этот ход какой-то какой-то фишечка по деталям фишечка фишечка форма будет толстый дядечка то есть я его набирал по массе и потом немножко детали здесь детали работают на то чтобы я придумал постоянно я что-то детализирую что это может быть так вытяну да и обратно задвину и то есть по сути идет так сказать вижу какой-то ну да поиск постоянный поиск я просто попытаюсь сформулировать более развернуто детали мне помогают то есть увидеть какую-то другую форму я набросал какого-то найза а потом из него выстроил какую-то форму вот наверно так будет правильнее это если кто-то видел на ютубе я делал скетч в фотошопе когда отрисуешь набор линий и из линий потом выстраиваешь какие-то образы выхватываешь вот абсолютно такой же пример только в 3d очень удобно развивать фантазию но опять же это нужно если вы концерт художник если вы моделлер то наверное это будет ну слишком оверскил то есть в россии такой вот например не нужно никому нонсенс можно динамику задать потом уже то есть это как когда он уже есть расслабленный ничто как говорится не мешает открыть ему пасть показать зубы вытянуть какую-то такую агрессию показать именно движением это ростовая фигура тут это сделать вообще очень просто это на портретике может быть там выкручивать как-то там что-то там глаза закатывают еще что-то если задача такая поставлена то есть опять же если мы говорим про концептор да для какого-то фильма иногда быстрее сразу сделать в динамике и вот вот этот сидячий черепок который он сразу делался в динамике и он быстро достаточно родился то есть никто не мешает подходы подходы разные на уровне концепта сразу попадать в тот образ который будет вот там уже куда он идет то есть все зависит от поставленных задач вопрос а вот ты вытягиваешь формы тоже как видно на видео когда ты задумываешься вообще материалах то есть если как бы концепт да то есть там типа вот тут будут костяшки там или тут у него будет плоти или там какие-нибудь жир то есть или ты полностью начали от форм а потом типа уже притянуть то есть вот когда если у меня есть описание персонажа обычно ну если это коммерческая работа то приходит такой несколько страниц характер описывается вот и ты под него попадаешь если для себя делаешь что ну в принципе тут вот первый персонаж да то есть я задал что он будет полный да то есть жирок я там разместил костные конструкции они пришли я делал какой-то но если думаю я попробую какие-то наростки сделать то есть вот когда но из пошел пошла фантазия просто это ну это как сказать это кей скетч для 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 поддержания какого-то навыка то есть это не коммерческая работа это для демонстрации на youtube выложить в портфолио положить показать что вот можно да и себе заодно показать что окей чувак 3 часа нормально вот следующий раз давай давай два с половиной с половиной то же самое что было интересно нормально то есть это на собственное развитие еще такое упражнение очень хорошее вот совсем недавно фильм он дракон да вот этот я там только ландшафтами ну концепты были драконов и девочек но в основном я занимался большими ландшафтами ну просто вот есть можешь чуть рассказать о том как ты делал как раз ландшафт для пещеры просто это очень интересно было тогда мне послушать чтобы ребят тоже знали слушай я даже не помню что я рассказал про пещеру я не помню что пилил ее два с половиной месяца но там по детализации если никто не видел сейчас картинка показать не получится пещера дракона в которой собственно там дракон живет и куда он приносит главную героиню ну она очень детализированная была да и очень много тестов было сделано там приходилось рисовать и я делал концепты 3d шины потом отдавал ребятам в арт отдел они делали оверпейнты то есть это такая комплексная достаточно работа была мы делали и сказать и 3d поверх 2d и потом были просто какие-то куски которые рисовались в 2d потом там дима подходила давай вот это сделаем там режиссер хочет такую пористую форму давай детали костина это я люблю вот и в общем то так рождалось два с половиной месяца мы пилили очень долго но она здоровая то есть там если физически там где-то 500 500 метров было то есть протяженность очень колоссальная ну вот что там еще могу сказать про кости если честно не готовился про пещеру ты как-то так раз задал и все и я ушел и я не понимаю о чем мне думать это сложно слушайте я да слушайте я не вижу каких-то таких проблемных мест несоприкосновения да то есть ландшафт вполне себе нормально работает с персонажами я достаточно давно занимаюсь график то есть около 15 лет у меня всегда идет параллельно и не мешает это круто с формой поработать в ландшафте в каких-то там локациях и увидеть там те же самые геометрические формы что я показывал на слайдах в начале абсолютно тоже самое зависимости ну немножечко другого композиционного характера там да там больше погружением наверное в такую композицию в плане как старые мастера рисовали да то есть вот их полотна разбирать да у них все по композиции хорошо разобрано вот ландшафтный дизайн это ландшафтный дизайн дизайн для кино локации это больше наверное компоновка кадра и как сказать работа с теми же самыми примитивами но тетрис я немножко поплыл поплыл немножко не был готов сложные вопросы давайте что не по персонажу а то я сейчас чувствую ползу хорошо и то и то на самом деле то есть для развития для прокачки себя хорошо именно и то и то процентом соотношения на что больше внимания надо уделять на проработку своих форм придумывания как ты говоришь или на повторение концептов чужих еще раз повторюсь что это уже оверскил для россии вот то что сейчас показываю это если какие-то проекты на запад вот такое они берут в работу то есть присылают говорят нам делал нам надо сделать прототип для игры там вот для какой-то там и делаешь это в россии такое тебе никто не скажет дадут концепт скажут как-то так для родителей для себя можешь почему нет если ты развиваешься это же круто ну да но что лучше сначала повторять какие-то формы концепты как-то перед этим плачешь да что-то разное сначала я не говорю про новичков да повторяю концепты нормально это будет если ты хочешь опять же устроиться на работу это будет ты показываешь концепт и показываешь вот что я сделал в реализации работодатель смотрит насколько ты смог интерпретировать 2d в 3d просто нет уже ну очень интересно стало еще лет десять назад вот да скетчи обычно выглядят сейчас я как раз третье видео запущу и покажу какие иногда скетчи приходят так это собственно тот персонаж который будет рассмотрен целиком его слепить не успел это буквально было за день до эвента я сел думаю надо надо что-нибудь такое в динамике покрасить еще как-то быстренько чтобы показать процесс работы с деталями то есть здесь уже как сказать более проработанный получится концепт то есть у него какие-то пластинки там еще что то и цвет концепт иногда приходит вот такие то есть просто сделаем на коленке за три минуты и говорят вот нам надо вот это вот 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 был пример вот реально вот такой образ пришел но только ростовой до модборд набрали сказали нам нужно вот голова что была похожа на это но вот что была вот такая так ладно чтоб солнце но только зеленая вот ноги чтобы там вот сустав был вот такой но вот по форме вот такой а вот это вот это и как сказать что вот наш рынок что зарубежный рынок все почему-то вот работают по одним таким непонятным стандартам берут пятно даются на сделай сделай красиво это нормальная практика и это они тоже говорят мы даем тебе свободу мы хотим чтобы ты проявил себя а на самом деле это ну как бы можно чуть-чуть получше прорисовать и они мне упростят упростят жизнь сколько у нас времени еще десять минут десять минут мы успеем когда я запущу видео тут собственно очень хороший пример того что приходит из очень таких крутых компаний и могу сказать что за им наименование здесь я нарисовал вот этот башку это вот дядьки финальную картинку вы видели и она очень помогает сориентироваться даже вот такая клякса уже помогает понять что ты будешь делать чтобы вектор уже есть правильный то есть вот там глаза были такие вот такой у него плавник ирокез плавники здесь все ты делаешь блок аут все хорошо и практически фантазировать не надо то есть дальше ты просто микс миксуешь опять этот тетрис начался и дальше будет поиск форм все друг с другом у тебя получается микс такой вот дальше я пошел немножечко ниже прорабатывать просто показать что эту бронь какую-то там непонятно что когда нет концепта даже вот такого пятна очень сложно придумать то есть постоянно думаешь постоянно какие-то вещи размещаешь одно поверх другого какой-то баланс ищешь то есть в принципе когда приходит даже если не пришел концепта пришло описание лучше посидеть минут десять порисовать просто вот руками визуализировать хотя бы коряво визуализировать то что тебе прислали текстом но последний да я не могу ничего говорить об этом я мне просто посчастливилось что я в титрах есть я могу об этом сказать и все есть игровые проекты про которые вообще ничего не могу сказать то есть там такой жестокий да что я не могу даже сказать вообще ничего сказать все очень весело тут в принципе то же самое до работа идет с таким шейдером я буду немножечко пролистывать ладно у нас время ограничено здесь я перешел на серый шейдер и тетрис продолжается то есть формы формы и какие тут более-менее выравнивание какое-то вот это то что может быть было в концепте заложен да вот этом но я пошел немножечко дальше и сделаем руки там сейчас все будет на следующем видео то есть в итоге вот первая часть релизонского балета выглядит вот так это где-то минут сорок на работы то есть очень все базовое все еще очень невнятно и определился что я хочу какое-то кольцо здесь получить на шее и форма головы она окей она на скетче есть все все очень можно начать движение дальше пошла проработка ну здесь я еще хотел показать как работать если у меня предыдущие персонажи это был единый мэш то здесь уже идет разделение объектов все эти брашки все дела отрезаю что-то там подравниваю но опять же не стараюсь сделать это слишком ровно потому что все но концепт набросок который потом будет модифицировать сперва раз вот да а а а а а а это все зависит от пайплайна то есть укажет каждый по-разному делает я иногда отдельно вот здесь в данном случае у меня будет все вместе вместе отдельно обратно то есть тут я сделаю отдельно они будут торчать просто из наплечников там получится часть плеча и рука потом будет вставлена в эту часть плеча вот я немножко промотаю это видео то есть здесь поиск формы и в общем то вот получилось я кучу всяких наплечников по напридумывал обычно когда идет такая такой поиск формы из одного образа получается 10 то есть это можно сразу апгрейды делать его то есть там куча наплечников куча всего на финальной картинке я уже сделал без наплечников то есть там просто тканевая какие-то вещи наплечники пойдут апгрейдом вопрос а вот по пайплайну обычно как бы финальный результат это все-таки рендер или это просто моделька которая отсылается ну как бы что обычно просят на а тайтлах сейчас немножко потерялся можно сначала еще раз повторить вопрос повторить вопрос да я я имею ввиду то что когда приходит tz то есть финально это это уже идет дальше идет в работу например в ретопологию в модель или там это отсылается рендер прям вот ну таких вот скажем так под продакшен под какую-то игру если у меня задача была сделать прототип то есть я собираю вот такой образ он может быть кривой я его отдаю прям моделькой да зебрашевская прям вам ее дальше уже ретопят и может быть есть игры в которых не надо ретопать ну в смысле не поплыл проекты да в которых продолжают мой хай поле пилить дальше то есть на ретоп отдают еще куда-нибудь там в Китае куда-нибудь направляют вот то есть они берут прототип куча оверпейнтов идет сверху то есть они решают уже там консилиум там умы арт-директора с такими головами вот они сидят думают так руки толстоваты давай-ка уберем вот это вот сюда добавим вот иногда еще просят вот как раз вот дополнительно вот эти вот то что наплечники там скидывай 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 кучу кучу там и полепим это самое посмотрим включаем то есть да а потом ну некоторые по имплайн завязаны тем на том что прям в зебраже делал все выравнивают я не знаю как они делают я полигонами модели вообще если броника то это полигоны вот ну вот у них в n-ных количество контор есть такое вот то что получилось в конце второго этапа грубо говоря ну я смотрю какой лучше по форме то есть пока я меня не будет устраивать не будет устраивать форма какого-то да я буду двигаться то есть у меня получается поиск образа наплечника грубо говоря это мне не нравится форма я делаю новое я делаю новое так вот это лучше да вот это усаживание получается так она хорошо сидит хорошо крепится там она по дизайну подходит к тому что рядом находится окей у меня остается тот предыдущий вариант и новый работаю дальше с головой итерации да да дальше я работаю с головой возвращаясь опять к наплечнику смотрю первый так чтобы я здесь изменила опираясь на то что у меня сейчас изменения произошли раз потвикал получился третий вариант наплечника в итоге у меня получается их 10 я могу их пощелкать по слоям опять же ну по саптулом посмотреть что у меня там вышло совсем трешовый удаляю там 35 остается более-менее нормальных я могу какие-то детали перекидываться на он другой у меня получится супер такой ультра си образ вот как то так и тут уже появились руки вот они как раз вставлены в какую-то в какие-то плечи и собственно дальше опять идет поиск какого-то баланса и здесь уже микродетализация пошла ну микродетализацию я обычно так не делаю больше показать для ивента списал и я не стараюсь вот эти все шовчики нам стендертом вырисовать прямо ровненько там чего то я все равно знаю что это скорее всего через там 15-20 минут поползет поэтому я делаю модно стильно молодежно и быстро и все то есть на отмашь раз и все да я говорю я сторонник того чтобы сделать это в майке если hard surface то я делаю его в майке это ну для меня проще всего совсем совсем это предупреждение время время на исходе все а бывает бывает да перетаскиваешь обычно это конечности кисти стопы если они схожи то у нас время кончается так да у нас кончается время и есть время на последний вопрос кто его задаст а я пока последнее видео запущу на последний вопрос все боятся сейчас тут должен быть turn table уже геймдев геймдев он всегда в общем-то склонен к суицидальному вот этому больше детали на миллиметр на квадратный вот а если это мы работаем с каким-то анимационными персонажами то там наоборот будет дизайн будет очень бедно все по деталям их вообще не будет то есть там чистая форма будет вот пример хороший если брать мультик ап где дедушка с квадратной головой там все у него такое геометрически и формы вписано вот это прям самый самый крутой пример по дизайну анимационных персонажей то есть там все идет за счет силуэта и за счет форм которые вписаны в него то есть баланс силуэта и баланс объектов находящихся внутри ну собственно вот статичная поза да такая более-менее расслабленная динамику вы уже видели в самом начале реалистично фото рил это немножко другое то есть фото рил это когда ты смотришь и вот тебе кажется что человек реален да или там смотришь на монстра там идет микрофактура но это уже не концепт да это сейчас немножко не тема наверное дизайна фото рил это больше наверное дизайн костюма будет 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 как то так а трансформеры да там то же самое как и в геймдеве вот а есть очень лаконичные дизайны то есть все зависит от поставленной задачи хорошо в в в в в в в Продолжение следует...